Приветствую, на связи Хелпанда. Это очередной выпуск для любителей виртуальных развлечений, ведь мы подготовили топ лучших бюджетных игровых клавиатур. Вы удивитесь, что можно купить настоящий крутой игровой девайс за сущие копейки. Ну что ж, не будем томить, начнем. Пятое место занимает Ocolic 700G. Дизайнеры компании предоставляют сразу несколько дополнительных клавиш для управления мультимедийными функциями системы, а бортики вокруг основного блока довольно внушительны. Это позволяет комфортнее расположить кисти без использования дополнительных подставок. Более того, здесь есть подсветка не только подложки и символов на клавишах, но подсвечиваются и дополнительные декоративные элементы на корпусе продукта. Из конструктивных особенностей здесь также идет толстый кабель, который навряд ли порвется и прослужит вам долго. И так как это самая бюджетная модель в нашем топе, то можно сказать, что ее характеристики вполне соответствуют стоимости. Найти хорошую модель с похожими характеристиками практически невозможно. Поэтому если вы вообще не хотите особо раскошеливаться, то можно выбрать этот вариант. Не так давно компания MSI ворвалась на рынок клавиатур и сразу вызвала большой ажиотаж, благодаря довольно интересным и качественным моделям. И это младшая из них. Это классическая мембранная клавиатура со стандартной раскладкой и короткой подставкой для рук. Она выгодно отличается качественными материалами корпуса, очень тяжелым весом, большими резиновыми ножками, большим ресурсом клавиш, сравниваемым с механикой, то есть 12 миллионов нажатий и защитой от жидкости. Тонкий кабель без оплетки имеет длину 1,8 метров. Кейкапы имеют хорошее покрытие. Символы нанесены адекватным шрифтом путем надежной лазерной гравировки. Многоцветная подсветка мягкая, приятная и равномерная. Но ее цвет радуги изменить нельзя. Доступно только два режима – статический и дыхание. И три уровня яркости. Клавиши нажимаются очень тихо. Функция антигостинг поддерживает до 12 нажатий, что обеспечивает высокий комфорт в играх. Пропусков символов или печати также не наблюдается. Управление громкостью и плеером реализовано через клавишу Fn. Из минусов можно отметить отсутствие ПО и наличие пластикового кожуха с небольшим углублением клавиш, из-за чего клавиатуру сложнее чистить. Но кейкапы можно снимать, а матовый пластик не маркий, имеет приятную текстуру и хорошо смотрится. В общем, это добротная клавиатура для тех, кто ценит качество, долговечность, не требует ринг к цвету подсветки и не нуждается в дополнительном функционале. Плюс она универсальна, прекрасно подойдет для игр и работы с текстом. Довольно популярная модель от Блади занимает третью строчку. Она отличается корпусом с монолитной подставкой под запястье. Кроме того, выделенных игровых клавиш тут 4, и они такие же мембранные, как и все остальные. Отличаются только силиконовыми кейкапами, без кириллицы. Плюс в комплекте есть сменные черные кейкапы, для тех, кому не по душе красные. Заявлено до 9 одновременных нажатий клавиш. 4 слева, 4 справа и пробел. Некоторые пользователи отмечают, что символы на клавишах прозрачные и они плохо видны без подсветки. Но зато можно настроить яркость самой подсветки, а также выбрать цвет – голубой, синий, зеленый. Клавиши не очень тугие и шумные, хотя набирать текст довольно-таки приятно. Медиа функции также доступны через Fn. Клавиатура стоит устойчивая, но проигрывает компактности. Из недостатков отметим отсутствие полноценной защиты от жидкости, хотя дренажные отверстия в корпусе имеются. В общем, вполне приемлемая модель, которая пришлась по душе многим пользователям, которых не отпугнул инопланетный шрифт символов. Одна из лучших и практически образцовая модель мембранной клавиатуры от бренда Redragon с очень красивой многоцветной подсветкой. Классическая раскладка с приятным тихим входом клавиш, большой вес и хорошая устойчивость. Конструкция скелетон, а длина кабеля 1,8 метра. Имеется 6 красивейших эффектов динамической подсветки – перелив, пульс, волна и т.п. С настройкой зон и скорости. Постоянные цвета – белый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, красный. И 4 уровня яркости с возможностью отключения. Буквы выполнены тонким классическим шрифтом и без подсветки выглядят узкловато. Подсветка обеспечивает мягкое равномерное свечение латиницы и кириллицы. Заявлена поддержка антигостинга на 26 одновременных нажатий. Плюс тут есть 5 программируемых клавиш с возможностью записи макросов на лету, выделенные кнопки управления плеером и множество дополнительных функций через Fn. Из недостатков пользователи отмечают, что поначалу может слегка звенеть пробел, но со временем эта проблема исчезает. Также сам производитель сообщает о слабой пылевлагозащите по стандарту IP22 от крупных частиц и капель воды, на которую полагаться не стоит. В общем, отличная, тихая и красивая клавиатура, которая подойдет для игр и работы с текстом. И первое место занимает весьма интересная мембранная клавиатура, которая может похвастаться индивидуальной подсветкой клавиш, предельно тихой работой, качественными материалами и отдельным блоком для управления мультимедией. Да, даже у Razer есть очень бюджетная модель, которая, как это ни удивительно, выигрывает среди всех остальных. Клавиши управления треков полезны не всегда, поддерживаются не всеми программами. То возможность отключить звук или прибавить громкости – это очень приятный бонус. И, естественно, поддерживается фирменный софт от Razer. Можно включить геймерский режим, чтобы не срабатывала клавиша Windows. А благодаря проводному подключению никаких проблем с задержкой ввода геймер не ощутит. Вторая версия этой модели отличается прочностью и бесшумным функционированием. В настройках программного обеспечения пользователь может выбрать собственную уникальную световую палитру для подсветки клавиатуры. В целом, пользователи отмечают высокое качество изготовления материалов, приятные клавиши, хорошую гравировку на кейкапах и действительно беспрекословную работу. Поэтому, если вы давно мечтали купить какую-нибудь клавиатуру от бренда «Зеленых», то этот вариант вам точно подойдет. А топ подошел к концу. Большое вам спасибо за просмотр. Если вы нашли какую-то модель для себя, то обязательно оставляйте комментарий. Поддерживайте ролик лайком, а канал подпиской. Всем пока-пока. Продолжение следует...